Данная телепередача 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 с февраля этого года до февраля следующего года. Проект называется «Поддержка молодежи НИД, проживающей на территории ТОГ Гаузия». И от того, что само понятие НИД, молодежь НИД, оно не очень распространено у нас здесь, в нашем регионе, для нас это было что-то новое для нашей организации, для нас это первый опыт работы с этой категорией молодых людей. Ну и мы попытались изучить эту категорию, выявить потребности, которые у нее есть, для того, чтобы помочь этим молодым людям вовлечься в общественную жизнь, в социально-экономическую жизнь региона. Спасибо большое. Виталий Иванович, хотела вас спросить, данное исследование называется «Молодежь Гаузии. Автопортрет. Потребности и перспектива вовлечения в социально-экономическую жизнь и автономию». Можете рассказать более подробно, каковы цели и задачи данного исследования? Да, данное исследование предусматривало следующую цель, это оценить те проблемы, с которыми сталкивается молодежь сегодня в ежедневной своей жизни, особенно акцент сделать на молодежь, которая, категория НИД, это какая молодежь? Это молодежь, которая не занимается образованием, которая безработная, и молодежь, которая не занята повышением квалификации, то есть не участвует в программах неформального образования, для того, чтобы быстрее интегрироваться в общество. Ну и задачами, конечно, прежде всего нам важно было получить информационную базу для следующего шага в рамках проекта, это программа, которая в настоящем разрабатывается, я думаю, Наталья подробнее об этом скажет. Кроме того, получить тот срез о молодежи, который характеризует в целом молодежь Гагаузии, а мы знаем, что согласно закона Республики Молдова, молодежи относятся молодые люди от 15 до 35 лет, хотя есть и другие документы, которые относят к категории НИД от 15 до 29. Мы же пошли по принципу охвата всей молодежи, потому что, в принципе, от того, что молодой человек не занят в 29 лет или в 32 года, это ничего не меняет, то есть нужно изучить, каковы же причины того, что он не занят, как это все отражается. И еще следующая задача, это, конечно, предусматривала глубокая оценка поведенческих моделей, то есть что движет молодыми людьми, когда они сталкиваются с ситуацией, когда у них нет возможности продолжить обучение, когда у них нет возможности туда устроиться, соответственно, нет источника дохода. Ну и, конечно, молодежь, которая в силу того, что у нас нет особо большого спектра возможности получить курсы повышения квалификации, да, то есть это не является такой нормой повседневной, чтобы это распространено было в регионе. И в связи с этим, конечно, тоже было важно понять, какие же поведенческие, какие же ценностные ориентиры у этой категории молодежи. Поэтому и была разработана анкета, была разработана методология, и, ну, в целом, поподробнее, я думаю, мы представим сегодня результаты в рамках этой передачи. Немножко дополню, вот такого исследования просто не было еще на территории ГГУ, в частности, наша организация такое исследование проводила в первый раз. И когда мы приступили к этому вопросу вместе с Виталием Ивановичем, мы выяснили, что, в принципе, таких исследований совсем практически нет на территории Болдовы даже, а на территории Гагаузии еще меньше. Поэтому это исследование, о котором мы сегодня будем говорить, о его результатах, это что-то новое, чего раньше не было, и нельзя было эту информацию найти в таком обобщенном виде, в котором мы ее собрали и представляем. Ну, и вы выбрали молодежь, и молодежь идет как отдельная категория. Вы проводили какие-то опросы или просто раздавали эти анкеты и узнавали более подробные материалы? Ну, если говорить о самой процедуре, да, давайте с этого начнем. Сама процедура исследования включала в себя, во-первых, разработка анкеты, которая включала в себя два блока. Первый блок — это вопросы, связанные с портретом этого молодого человека, который участвует в качестве респондента в этом исследовании. Это было семь вопросов. Они касались вопросов образования, возраста, населенного пункта, семейного положения, социального положения. И, естественно, статус, да, в каком статусе он на сегодня находится, да, потому что в исследование попали разные группы молодежи, не только те, которые не заняты, не работают, в том числе и работающая молодежь попала, в том числе, которые и имеют собственный бизнес, начинают первые шаги, да. То есть в этом случае понятно, что у нас выборку, а выборка была составлена 2000 анкет, согласно проекта, по всем 26 населенным пунктам. Было, согласно критериев, а именно численность населения и полувозрастная структура, возрастная структура, были сделаны выборки для каждого населенного пункта. Ну, например, в Камраде было охвачено из 2000 всего. Понятно, что Камрад — это большой населенный пункт, например, 300 респондентов. То есть это те респонденты, которые были охвачены анкетированием в Камраде. Анкетированием занимались интервьюеры, то есть в рамках проекта были нанята группа молодых людей, которые проводили это анкетирование, ездили в населенные пункты, приходили в учреждения. И эта работа была с 20 апреля по 30 июня, то есть это практически, можете увидеть, апрель, май, июнь, практически два с половиной месяца проходила процедура анкетирования. И после этого в течение июля-августа была завершена процедура обобщения этих анкет и составлен отчет, о котором мы сегодня более подробно будем говорить. Понятно, что в анкету были включены, да, вот первый блок, я сказал, 7 вопросов, и 33 вопроса, то есть это достаточно объемная анкета, которая касалась разных моментов. Ну и я думаю, что у нас есть возможность ознакомиться с этим и озвучить какие-то результаты для наших телезрителей. Но хочу сказать, что в том числе, как и любое исследование, его нужно пропустить через призму достоверности доверительного интервала, то есть доверительной вероятности, что я тоже сделал. Так вот, что у нас получилось? При 2000 человек анкетирования, при доверительной вероятности 95%, значит, погрешность, как выяснилось в ходе расчетов, составила всего лишь 0,43%, то есть это считается, если от 3 до 5% есть погрешность, то этому исследованию можно доверять с большой долей, значит, тем ответам, которые получили. А у нас даже менее чем 0,5%, то есть это довольно-таки репрезентативная выборка, потому что для того, чтобы она была репрезентативна, то, что я сказал, от 3 до 5%, можно было охватить всего лишь, по большому счету, 1050 анкет. Но, как вы видите, в исследовании в проекте было заложено 2000 анкет, интервьюеры свою работу сделали, ну и, соответственно, мы обработали, в итоге представляем сегодня результаты этого исследования. А эти вопросы, анкеты кто? Это сами эксперты, которые работают? В данном случае с разработчиком и методологии, и самой анкеты выступал я, ну и, соответственно, я потом ее обрабатывал. Соответственно, если мы посмотрим, например, на портрет респондента, то есть вот эти 7 критериев, пол, семейное положение, образование, возраст, населенный пункт, социальное положение и национальность или этническое происхождение, то можно сказать, например, по половому признаку, из 2000 анкет 51,9%, практически 52%, а 1038% это женщины и 962% мужского пола, то есть 48,1%. Если говорить о семейном положении, то у нас значительная выборка – это люди, которые не состояли в браке, ну и, понятно, это молодежь, возраст, напоминаю, от 15 до 35 лет, поэтому те, кто не состоял в браке, почти 72% из захваченной молодежи. Ну, следующее – это, конечно, женат или замужем, это практически 23%, это 458 человек. Очень незначительная доля – те, кто разведен, и это тоже показательно, то есть в выборку попали те молодые люди, которые все-таки либо до сих пор не женаты, не замужем, либо имеют семьи, всего лишь 93 человека, или 4,65% – это те, кто разведен, и всего лишь 3 человека, которые имеют статус вдовы или вдовца. И гендерный баланс был соблюден практически… Нет, это практически соблюдена пропорция, которая у нас в Гагаузии, то есть у нас 51 на 49, у нас примерно так же, то есть у нас 51,8 на 48,2, то есть практически гендерное разделение, то есть разделение по полу было соблюдено, как в целом в Гагаузии и среди выборки аналогично, то есть хотя понятно, что эти параметры закладывались, это основная часть методологии, где у нас был населенный пункт, мы разделили из 2000 для каждого населенного пункта, второй – это был возраст, входящий в группу 15, 25, 26, 35, то есть мы сделали две возрастные группы, и следующий – это половой. Соответственно, мужчины и женщины тоже было изначально заложено, сколько мужчин нужно охватить, сколько женщин. В этом заключалась роль тех интервьюеров, которые проводили эти интервью, заполняли анкеты, что нужно было встретиться именно согласно той методологии, а не так, как им это заблагорассудится, потому что этому исследованию, результатам нужно доверять, и доверие выстраивается согласно вот этих критериях. Но если взять по уровню образования, то у нас значительная доля молодых людей, которые приняли участие в данном исследовании – это люди, которые имеют в ДГУЗе 601 человек, это 30% – это люди с среднеспециальным образованием. То есть у нас эта доля доминирует, как выяснилось, потому что образование не было обязательным критерием, но вот по факту так получилось. А соответственно, это говорит о том, что потенциально люди – это рабочие профессии. Они, конечно, в любой момент в силу кризисных явлений и так далее, могут стать из просто работающей молодежи или учащейся молодежи, если они продолжают обучение, например, в университете, они могут переместиться в категорию НИД, то есть молодежь, которая не учится, не работает и не повышает квалификацию. Следующее по значимости – это у нас 438 человек, это люди, которые имеют неполное среднее образование. То есть, видите, это следующее почти 22%. А это как раз какие молодые люди? Это те, которые либо не сдали бак, мы знаем, что этот экзамен, который режет достаточно много людей, а отсутствие бака не дает возможность им дальше продолжить обучение, либо в университете, либо в колледже, и нужно сдавать, получается, на следующий год сдавать этот экзамен. Ну, а некоторые, судя по тому, что очень много было возрастных людей, которые не имеют вот этого среднего образования, это говорит о том, что люди просто смирились с ситуацией, не хотят идти сдавать этот бак, и дальше продолжают свою жизнь в том режиме, в котором продолжают. Если удается где-то получить рабочую профессию на краткосрочных курсах, это уже успех. Поэтому, на мой взгляд, эти результаты исследования, а с ними, кстати, хочу сказать нашим телезрителям, можно ознакомиться онлайн, оно есть на странице юридической клиники, поэтому можете, воспользовавшись поисковиком, зайти, найти даже страницу юридической клиники и получить доступ к этому исследованию. Если взять возрастной критерий, то, чтобы закончить уже портрет нашего респондента, то у нас по возрасту так получилось, 15-24 года, это 55% всех респондентов, и 25-35, это 44,5-46%, то есть получается 890 человек. То есть видите, тоже и возрастные критерии у нас примерно совпадают. Понятно, что преобладает первая группа, потому что с 15 до 19 лет молодые люди находятся в лицеях, или в ПТУ, или в колледжах, и все они попадали, то есть разные эти образовательные учреждения попадали в поле зрения наших экспертов, которые занимались интервью. Все 26 населенных пунктов, отмечаю, прошли этот охват. Ну и, как я сказал, самым большим по значимости – Камрад. Чедерлунга – это следующий, 238 человек было охвачено. Ну и следующий – это, конечно, 199 человек. Ну и так далее. В населенных пунктах практически все были охвачены. Самый маленький населенный пункт – Карбалия – тоже был охвачен. Там 7 молодых людей. Нельзя сказать, что нельзя было какие-то населенные пункты исключить, потому что важно было даже в таком небольшом населенном пункте, даже если там небольшое количество молодых людей, но охватить и понять проблематику соответственно. И по социальному статусу у нас преобладают, значит, как показало исследование, это 615 человек. Это категория людей, которые работают по найму. Молодежь, которая работает по найму. Но это нас, мы можем сказать, они же не входят в категорию НИТ, они работают. Но в сегодняшних кризисных явлениях в любой момент работающий молодой человек может перейти в категорию НИТ. Да, это потенциально рассматриваемый человек, который может перейти в одночасье в категорию НИТ. Поэтому это первое. И следующее – это студенты. Да, по значимости. Ну, конечно, у нас были и временно неработающие, и безработные. Если говорить о временно неработающих, то таких людей у нас в исследовании 270 человека попало, и безработные, которые стоят на учете или стояли на учете на момент проведения исследования в агентстве занятости, 143 человека или 7%. То есть достаточно большой процент молодых людей, которые, к сожалению, выкинуты рынком труда на обочину, и это, конечно, печально. Ну, по этническому признаку национальности, понятно, что у нас практически 92% – это представители ГГУЗы, ГГУЗской национальности. Следующей по значимости идут болгары – 64 человека, молдаване, украинцы – это я перечисляю в сторону уменьшения, русские, 5 представителей ромов, 3 человека – это у нас отметили, что они румыны по национальности, и один человек указал, что он относится к татарской национальности. То есть попали и другие категории, которые нет. Все этнические группы. Ну, не все, к сожалению, потому что у нас в ГГУЗе порядка 19 по официальной статистике этих этнических групп. Но вот вкратце портрет того молодого человека в среднем, который принял участие в этом исследовании. Какие же вопросы, если, опять же, мы не сможем все 33 вопроса пройтись, но ключевые. Вот, например, первый вопрос, который был задан, как вы оцениваете уровень жизни в ГГУЗе по сравнению с другими территориями. Так вот, практически 38, нет, на первом месте 42,8,856 человек отметили, что низкий по сравнению с другими территориями. 38,7%, то есть 774 человека отметили, что средний. И, конечно, высокий отметило только 16,85%. То есть незначительная категория людей. Ну и следующий вопрос был связан, увязан с чем? Как вы оцениваете уровень развития в вашем населенном пункте? Потому что мы ушли с региона, перешли на уровень населенного пункта. Так вот, здесь такая картина, что практически 45,9%, то есть 918 из 2 тысяч, практически половина, отметили, что у них низкий уровень в своем населенном пункте. И 44% отметили, что средний. Ну и, соответственно, высокий или затрудняясь ответить, выбрало небольшое количество людей. То есть, видите, та же тенденция проецируется, те же ответы, которые были связаны с оценкой уровня развития региона, перешли и на уровень оценки населенного пункта. И что интересно, будущее, следующий вопрос был связан, связывают ли они свое будущее с Атога Гаузи? Потому что нужно понять, чтобы вырабатывать какие-то меры к этой молодежи, нужно понимать, они видят свою перспективу здесь или они не видят. Так вот, всего лишь 693 человека или 35% отметили, что да. А значительная доля, то есть, практически 65%, 1307 человек отметили, что нет, они не связывают свое будущее с Атога Гаузи. То есть, и это очень печальная картина. То есть, молодежь, к сожалению, разочаровывается в той ситуации и, конечно, видит свое будущее в других территориях. Ну, например, на вопрос, какие преимущества, на мой взгляд, все-таки являются основными для проживания, что убеждало бы их остановиться в Гагаузи. Так вот, на первое место, это практически 89% всех ответов отметили здесь мои близкие люди. На втором месте это моя родина. И на третьем человеческие отношения. К сожалению, они, респонденты, не нашли в таких ответах, как хорошие возможности для ведения бизнеса, социальная поддержка. То есть, это не набрало необходимого количества. То есть, все-таки здесь еще молодежь удерживает вот эти вот традиционные, вот эти наши ценности, которые связаны с семьей, с близкими, взаимоотношениями. И даже мы это видим в реальности, когда молодые люди уезжают. Но не многие уезжают навсегда. Они все-таки поддерживают связь с родными, проживающими здесь. Дальше, следующий вопрос был связан, планируют ли они свое будущее с населенным пунктом, в котором проживают. То есть, если мы оценили качество в первых двух вопросах, то смотрите, как здесь сложились ответы. Значит, опять же, практически 62% от 1248 сказали, что нет, они не связываются со своим населенным пунктом. Это подтверждает, как бы, ответы ранее на представленный вопрос. И связывают, опять же, 620, то есть, примерно то же количество, которое связывали бы свое будущее с Гагаузией. То есть, это говорит о том, что, опять же, тот уровень развития в населенных пунктах и в целом Гагаузия, он накладывает свой отпечаток. И не только из-за того, что здесь негде работать и негде учиться. Молодые люди просто не видят в качестве жизни ту перспективу, которая бы заставила бы их остаться здесь. Но был и вопрос, планируют ли уехать, а не в будущем из Республики Молдова. Вот интересны ответы на этот вопрос. У нас получилось, что практически 30% из респондентов сказали «да», 21% сказал «нет». И порядка 49% отметили, затруднились ответить. То есть, это практически 50%. То есть, это говорит о том, что еще не все потеряно. Молодые люди разочаровываются, но еще не приняли окончательного решения, что они хотят мигрировать из этой страны. И, соответственно, я думаю, что как раз вот эти результаты говорят о том, что руководителям региона, властям в стране нужно быстрее принимать решения, которые бы позволили бы у этих молодых людей выработать уверенность в завтрашнем дне. Появилась бы возможность все-таки других ценностных категорий, чтобы их остановилось здесь. Потому что, в принципе, пока это жизнется только на семейных каких-то ценностях, на взаимосвязях с близкими. Поэтому, наверняка, многие молодые люди не обременяют себя жильем, не обременяют себя какими-то вещами, которые бы действительно тянули и задержали бы их здесь. Следующий вопрос. Следующий блок вопросов был связан с тем, что, в том числе, хотелось понять, а из каких источников информации черпают молодежь? Это наверняка вам будет тоже интересно, масс-медиа, откуда же черпаются информационные ресурсы. Так вот, на первом месте, как оказалось, это 60%, 1204 респондента, это интернет. То есть это традиционный источник, где молодежь сегодня черпает информацию. Следующий по значимости, который в исследовании, это 206 человек. Это у нас они отметили место учебы, место работы. То есть информация, которую они черпают для себя. И из собственных наблюдений тоже 10%. То есть, соответственно, все-таки аналитические или какие-то элементы присутствуют у молодых людей. Ну и, конечно, были отмечены и телевидение, всего лишь 4%. 3,8, почти 4% из бесед со знающими людьми. Опять же, 3,5% из радио, телепередач. И, конечно, незначительное количество, 2% из газет и журналов. То есть это подтверждает, что сегодня практически газеты и журналов никто не выписывает. Ну, ограничены либо те, кто может себе позволить, может быть, какие-то развлекательные какие-то журналы. Мы это не уточняли, к сожалению. У нас был и ресурс выявить канал, через который молодежь получает эту информацию. Или возьмем следующий вопрос, который представляет особый интерес. Как вы оцениваете свое материальное положение? Да, и была предоставлена возможность выбора. То есть денег не хватает даже на питание. На продукты денег хватает, но покупка одежды вызывает затруднения. Денег хватает на продукты и одежду, но сложно платить за коммунальные услуги. Денег хватает на продукты и одежду, оплату коммунальных услуг, но приобретение бытовой техники мебели затруднено. Испытываются сложности с покупкой дорогостоящих товаров. То есть и здесь наибольшее количество, а именно 797 человек, то есть это более чем 30, почти 35%, отметили, что денег хватает на продукты и одежду, но сложно платить за коммунальные услуги. Это количество ответов на первом месте. Следующим идет, на продукты денег хватает, но покупка одежды уже вызывает затруднения, не говоря о коммунальных платежах. То есть это значительная доля, это более 50%, вот эти респонденты, эти два ответа заняли. А если мы еще добавим сюда, денег хватает на продукты, одежду, оплату коммунальных услуг, но приобретение бытовой техники и мебели затруднено. Как раз подтверждает то, о чем я говорил выше, молодежь себя не обременяет в силу отсутствия источников покрытия, приобретения вот этих вот недвижимости, долгосрочных объектов, которые бы обеспечивали долгосрочное их использование, то есть техника, мебель и так далее. В силу этого, таким образом, было оценено материальное положение. И такой вопрос, какие проблемы в итоге Гаузия вас беспокоит больше всего, было отмечено порядка более 20 проблем, но назову первые три, которые дали наибольшее количество респондентов, а именно 69,35% было дано от 387 респондентов, высокая цена на жизнь. Следующая проблема, которая была отмечена, это 59%, низкий уровень доходов населения. И третья, 35,55% это отток квалифицированных кадров за границу или миграция. То есть, видите, молодежь разделяет те же самые проблемы, которые выделяются и другими категориями. Мы это видим и в телепередачах, и в обзорах, и в выступлениях. Соответственно, либо молодежь очень подвержена внешнему влиянию, и принимает те же элементы, которые отмечаются и другими возрастными группами. Но если взять следующий, четвертый, разница качества жизни между городом и селом, 35%. То есть, это говорит о том, что молодежь, перемещаясь из даже сел в наши города, там Камрад Чедолунгову, конечно, они видят разницу в инфраструктуре, в обслуживании и так далее. То есть, эта проблема заботит. И это, опять же, пища для размышлений региональным властям, примарскому корпусу о том, что нужно принимать решения в части того, чтобы вот эту разницу между городом и селом нужно как можно быстрее сглаживать. И только на пятое место поставили проблему трудоустройства и занятости молодежи. То есть, видите, все-таки вопросы достатка, вопросы цены жизни, доходов, она выделяется молодежью как одна из приоритетных по сравнению с другими. Но я сейчас не буду останавливаться на других. Здесь же были отмечены проблемы и с высокой стоимостью жилья, и плохой инфраструктурой, дороги, канализация, водопровод, объекты спорта, физической культуры, качественные медицинские, дальше идут услуги, отсутствие общественного транспорта в населенных пунктах, вопросы домашнего насилия, агрессивности в обществе, высокий уровень преступности, высокий уровень алкоголизма, наркомании, даже деятельность псевдорелигиозных организаций тоже отмечалась молодыми людьми. Поэтому, видите, спектр проблем достаточно большой, ну и, соответственно, ключевые я назвал. Я бы хотела, Наталья, спросить, насколько вот, как сами респонденты участвовали в этом исследовании, насколько охотно они, и вот эти, это уже молодежь, которая работала с ними, не составляли вот эти анкеты? Ну, мониторы наши, которые проводили опрос, не было отзывов о том, что не хотят участвовать в опросе. Да, довольно-таки активно принимали молодые люди участие. Немножко затруднения у нас вызвали, количество вызвало опрашиваемых в Камрате. Мы не смогли сначала, с самого начала покрыть необходимое количество, это 300 респондентов, но потом... Ну, по второй, это по второй группе. Да, по второй группе. Но мы потом вышли из этой ситуации и необходимое количество опросили. Я бы хотела еще один раз акцентировать внимание телезрителей, Виталий Иванович об этом говорил, но еще один раз объяснить и остановиться все-таки на том, кто эти молодежь НИТ, потому что не на слуху это, не знают про это, не слышали про это. И Виталий Иванович правильно отметил, что это такая молодежь, которая сегодня, она может быть в категории НИТ, подпасть под эту категорию, кратковременно в ней побывать и потом выйти из этой категории, либо наоборот, долго в ней побывать. И для того, чтобы лучше это понять, я вот пару примеров просто расскажу про того, кого следует считать. Это могут быть мамы в декрете, которые вот как бы дети уже выросли, казалось бы, дети могут ходить в детский сад, мама может уже трудоустроиться, но мы не говорим про причины, по которым они это не делают. Мы не вдаемся в эту сферу, мы говорим о том, кто может входить в эту категорию. Это могут быть такие мамы, это могут быть молодежь, которая была в местах лишения свободы, освободились и не могут сейчас найти себя, не знают, как себя найти, не могут, не получается. Это могут быть молодые люди, которые страдают наркозависимостью, алкогольной зависимостью, точно так же. Это могут быть и ждевенцы, те, которые закончили на самом деле обучение, к примеру, и тоже в силу некоторых причин нетрудоустраиваются, либо не идут обучаться дальше. Но опять же, это сегодня может быть, допустим, человек молодой не обучается, а завтра он передумал, либо поменялись обстоятельства, либо еще что-то случилось, и он пошел дальше получать профессию, либо образование. Либо освободился из мест лишения свободы. Да, сегодня не получается, но через некоторое время это получилось. Вот эту категорию, вот про эту, но это далеко не все, это некоторые примеры для того, чтобы можно было лучше понять. Но когда мы опрашивали молодых людей, конечно, наши мониторы, ну, нельзя определить сразу по виду, этот человек подпадает под категорию или нет, то есть нужно сначала опросить его. И поэтому я считаю, что это очень колоссальная работа опросить 2000 респондентов, выявить из них не только категорию нет, но и позицию, мнение молодежи, которая и будет дальше учиться, либо не будет дальше учиться, будет работать или не будет работать. То есть это очень-очень хорошее, очень ценные сведения, и наша цель была не только выявить их положение, не только выявить, какие у них проблемы, потому что сам проект представляет собой, проект, который реализует наша организация, он как бы трехступенчатый такой. Первая часть, первая ступень — это провести социсследование, о котором мы сегодня говорим, и представить его результаты, выявить, какие проблемы у молодежи, и выступить с некоторыми рекомендациями, о которых может потом сказать Диталий Иванович, с некоторыми рекомендациями для органов местной региональной власти, как же можно помочь такой молодежи. Второй этап уже опять внедрения этого проекта — это составление комплексной программы, которая называется «Вовлечение молодежи в социально-экономическую жизнь региона ТОГГУЗИ», и эта программа будет базироваться на результатах этого исследования. Конечно, туда войдут не только данные, которые были в исследовании, потому что программа более широкая, но тем не менее многое из того, что мы выявили в ходе исследования, ляжет потом в основу программы. И после разработки этой программы наша цель — донести ее до органов власти для того, чтобы рекомендовать или предложить рекомендации, которые будут в этой программе, то, что будет предложено, чтобы они могли принять в своих политиках, стратегиях, для того, чтобы на самом деле иметь возможность не просто разработать документы, которые будут где-то лежать, а для того, чтобы они могли дальше работать, для того, чтобы на самом деле молодежи помочь. И если это могут сделать органы власти, чтобы они воспользовались уже готовым результатом и внедрили это уже в своей работе. — Это в основном, получается, молодежь, которая в ситуации риска, да? — Можно даже так сказать, но… — Да, они подвержены влиянию риска, но не совсем, потому что это не прямо вот такой ярлык навешивать, да? Молодежь, которая в ситуации риска. Это молодежь, которая столкнулась с какими-то проблемами на конкретном этапе жизни, да? И для этого и есть государственные институты, которые призваны, ну и общественные организации, кстати, тоже, которые могут предложить путь интегрирования этой молодежи, да? И таким элементом, конечно, могут быть какие-то пути или центры, где молодежь может, например, пройти повышение квалификации или курсы, которые… статус безработного, да? Это тоже немаловажная составляющая, потому что сегодня спроси любого человека, а что же, да? Как стать на учет и что такое агентство занятости? Многие затрудняются сказать, да, и вообще боятся этой структуры, но на самом деле бояться не нужно, потому что можно пойти зарегистрироваться, и если даже ты не претендуешь по законодательству на тот пособие по безработице, из-за того, что ты зарегистрировал, агентство занятости, во-первых, тебе дает какие-то вакансии, которые у них присутствуют, и во-вторых, через агентство занятости можно получить направление на курсы получения профессии, и государство за это оплачивает, дают стипендию, и, соответственно, человек может за 3-6 месяцев, в зависимости от выбранной профессии, может пройти переквалификацию и получить эту профессию, и таким образом открыть для себя новый вариант трудоустройства, получения дохода. Это как вот альтернатива, да? Или же другой момент, мы знаем, что у нас действует закон о волонтерстве, есть уже организации, которые берут стажеров или волонтеров, да, это в том числе засчитывается в общий трудовой стаж, и, соответственно, если прийти в такую организацию и получить статус волонтера, то в этом случае, конечно, можно потом через некоторый период трудоустроиться, да, перейти из категории волонтера уже в занятого. Но самое главное, что государственные структуры должны реагировать, формировать документы, политики в этом отношении, да, и образовательная политика, и политика в области социальной поддержки этой молодежи, потому что вот Наталья перечисляла группы, да, но на самом деле некоторые из них достаточно уязвимы, да, согласен, здесь как раз можно говорить о риске, например, люди с особыми потребностями, да, их тоже относят к категории НИД, потому что если им удается получить профессию, они могут себя трудоустроить, да, то есть они тогда не нуждаются в системе социальной поддержки, они получают, как нормальные люди, доходы, в том числе являются полноценным гражданином, перечисляют какие-то налоги государству, да, и обеспечивают себя сами. Если другую альтернативу посмотреть, если этот молодой человек или девушка не смогли, с особыми потребностями не смогли интегрироваться путем получения профессии, получения работы, то потом они становятся как раз объектом системы государственной социальной помощи, они должны получать пособия, должны внимание социальных работников, ассистентов и так далее. Поэтому здесь государство должно рассматривать альтернативы и, конечно, вырабатывать программы, да, потому что, к сожалению, на сегодняшний день подобной программы нет. Ну вот один из вопросов, который касался, какую роль, по вашему мнению, играет молодежь в экономической и политической жизни Гагаузии, да. Так вот, хочу сказать, что практически 484 человека или 24% ответили, что молодежь, на их взгляд, не оказывает серьезного влияния на экономическую и политическую жизнь в автономии. Но вместе с тем практически 20%, а это 407 человек, отметили, что молодежь принимает активное участие в жизни региона. То есть, видите, в самом исследовании была разная молодежь охвачена, которая имеет разные противоположные точки зрения. И это хорошо, потому что, на самом деле, мы столкнулись в этом исследовании с разными группами молодежи, которые, с одной стороны, разочаровались и не видят эффекта, а другие говорят, нет, молодежь активно принимает участие. Виталий Иванович, наверняка еще в этом исследовании отражены, что в обществе есть очень много проблем. Именно с такой категорией молодежи, о которой вы говорили, именно из категории МИТа, да. МИТ, да. Ну, на самом деле, смотрите, вот если говорить, в какой степени молодежь, был такой вопрос, в какой степени молодежь удовлетворена различными сторонами своей жизни. Здесь было и уровень жизни, и материальное положение, жилищные условия, отношения в семье, взаимоотношения с окружающими, состояние своего здоровья, образование и так далее. В том числе, решение органов власти и личное участие в общественной жизни. Так вот, что интересно, если в целом молодежь по всем этим моментам выбирала ответ, скорее удовлетворен или полностью удовлетворен, то вот по двум моментам, а именно личное участие и особенно удовлетворенность решениями органов власти, большая часть ответила, что скорее не удовлетворены, либо совсем не удовлетворены. Это говорит о том, что молодежь практически не вовлечена в процесс выработки решений не на уровне местных органов власти, не на уровне региона. Соответственно, здесь нужно пересматривать эти механизмы. Отрадно, что у нас стали внедряться такие инструменты, как публичные слушания, как публичные консультации, но, к сожалению, в рамках, мы наблюдаем, как они проводятся, очень низкий процент участия молодежи, где они могли бы приходить и высказывать свою позицию для того, чтобы влиять на эти решения. Поэтому это очень важная составляющая. Или, например, такой вопрос был связан с тем, как молодежь оценивает молодежную политику. Например, здесь можно отметить следующее, что практически мнения разделились, как есть ответы, которые связаны с тем, что положительно оценивают заметный конкретный результат. Это 488 человек, то есть 24%. То одновременно есть и ответ, который отрицательно, нет никаких результатов. Это те же 24%. То есть, видите, на самом деле это говорит о поляризации мнений молодежи. И, к сожалению, это говорит о том, что нужно больше вовлекать молодежь в выработку решений, в выработку политик, начиная хотя бы с молодежной политики. И вот, например, к чему были поведенческие вопросы, которые нам было интересно, а как же, под влиянием чего молодежь принимает решения. Вот вопрос, как вы думаете, к чему в большей степени стремится молодежь? Так вот, было несколько альтернативных вариантов, которые они могли выбрать. Это был закрытый вопрос. Ну вот, 59% ответов отметили получить хорошее образование. Это уже говорит о том, что люди молодые желают получить образование. Но следующее, второе, к чему стремиться? Достичь материального успеха. То есть, видите, преобладает материальная составляющая. И третье, получить престижную работу. То есть, вот три топ-ответа, которые, ответы на этот вопрос. Что мешает реализации жизненных планов? Ну, здесь большинство молодежи отметили, что общая социально-экономическая ситуация в стране и в регионе. Это порядка 15% респондентов выбрали этот ответ. Или недоступность качественного образования. То есть, видите, эти моменты отражаются. Или незнание, где и как приложить свои силы. Это тоже ответ, который практически 12% респондентов отметили. Вот, поэтому, какие поведенческие модели они считают наиболее актуальными для них самих и для их окружения? Вот, порядка 41% отметили морально-нравственный кризис в молодежной среде. Или же 39,8% почти 40% миграционные процессы. То есть, они говорят о проблемах, которые наполняют жизнь молодежи. Или же зависимость от социальных сетей 34%. То есть, об этом мы очень часто говорим, обсуждаем. А это вот подтверждается теми результатами. Или следующее, 30% безучастность к политическим и экономическим процессам в стране. То есть, молодежь аполитична, с одной стороны. И она хочет себя реализовывать, не участвуя ни в политике, ни в этих экономических процессах. И вот, пятое, это наплевательское отношение к собственному здоровью. То есть, видите, есть и такие ответы. Поэтому, это как раз говорит о поведенческих моделях молодежи, о том, как же они принимают решения и почему так происходит. Ну, что меня особо в этом исследовании для себя отметил, потому что мы всегда говорим, молодежь стремится к развитию предпринимательства, хочет создавать свои, генерирует бизнес-идеи, хочет их реализовывать. Так вот, результаты ответа показали, планируете ли вы открыть собственный бизнес в ближайшие три года. Так вот, 1706 человек, то есть, 85% респондентов сказали, что нет. Они не планируют открыть бизнес. То есть, это говорит о том, что либо молодежь разуверилась и не видит, что те инструменты, которые государство предлагает, что это происходит честно, что это происходит открыто, прозрачно, на конкурсной основе. И, соответственно, либо это, либо у молодежи недостаточно все-таки знаний о том, как создавать бизнес, что это такое и так далее. Всего лишь 119 человек, а именно 5-95% сказали, что да, они в ближайшие три года, то есть, это 6% молодежи сказали, что да, мы в ближайшие три года, они планируют рассматривать открытие бизнеса. И почти 9% затруднились ответить, столкнувшись с проблемой, скорее всего, что они не знают вообще, каково их будущее в ближайшее время. Вот, поэтому вот вам такой момент. Или что, на ваш взгляд, позволяет считать карьеру человека успешной? Опять же, поведенческое, оценивочное, да, суждение. Первые три места, а значительно это 84% высокий доход, 42% это моральное удовлетворение от работы, возможность заниматься любимым делом, и 32% работа по профессии. То есть, все-таки, видите, молодежь отмечает, что выбранная профессия для них, она достаточно знаковая, она именно то, что позволит им закрепиться и реализовать себя. Поэтому это говорит лишь о том, что государство должно создавать альтернативы для проведения, прохождения этих курсов, повышения квалификации, получения профессий и так далее, и так далее. Все эти рекомендации мы в итоге, да. Виталий Иванович, все подробно, все рекомендации и выводы. Я бы хотела спросить вас, вот дальнейшие шаги данного проекта, будет иметь продолжение, потому что этой категории молодежи нужна помощь. Да, вот, как я и говорила выше, следующий этап – это создание программы. Работа над программой уже ведется, создана группа экспертов, которые ее разрабатывают. Программа будет разработана с точки зрения четырех направлений, это с точки зрения образования, трудоустройства, открытия бизнеса и занятости трудоустройства. И вот то, что мы выявили, в итоге рекомендации потом выльются в этой программе. Наша цель, конечная цель – это представить эту программу и донести ее до тех, в принципе, кому она была и адресована. Она адресована органам региональных и местных властей, для того, чтобы они увидели эти рекомендации, для того, чтобы они смогли с ними ознакомиться, и для того, чтобы по возможности… Мы понимаем, что, конечно, это и время, и финансы, все ясно. Но для того, чтобы знать, что делать, нужно увидеть, что делать. И вот здесь будет, как бы, такая небольшая, ну, может быть, это не в прямом смысле, дорожная карта, как бы рекомендации, которым можно было следовать для того, чтобы улучшить положение этой категории молодежи. Ну, я хотел бы… И, Виталий Иванович, вот последний вопрос, потому что мне уже показывают, прогноз завершается. Вы так очень подробно рассказали. Виталий Иванович, вот вы, как эксперт, как вам приходилось работать в этом проекте? И нужны еще и другие программы для поддержки молодежи? И в регионе, и в других населённых пунктах, на уровне регионов, страны? На самом деле, проводя это исследование, работая в этом проекте, экспертом убедился, что исследовательские проекты должны иметь место быть, потому что, к сожалению, как на уровне Гагаузи, так и в целом по Республике Молдова, казалось бы, проводятся какие-то исследования, но они, во-первых, степень охвата незначительная, да, респондентов, и это исследование как раз относится к категории тех, которые охватило практически 2000 респондентов по итогу Гаузи. Зачастую по всей Молдове исследования проводятся и охватывают меньше, чем 2000, да. И по итогу этого исследования тоже пришло к каким-то рекомендациям, а именно, что вообще необходимо, чтобы при подготовке любой целевой программы органы власти инициировали подобные исследования, не только общественные организации, но сами органы власти должны инициировать подобные социологические исследования, чтобы изучать проблематику разных категорий населения. Кроме того, при разработке целевых программ, которые связаны с молодежью, надо выделять особо именно вот категорию НИД молодежи, да, для того, чтобы в рамках общей программы выделять отдельные мероприятия, направления, которые бы уменьшили бы процент этой молодежи, потому что как раз это уязвимая молодежь, которая потом переходит в категорию людей более старшего возраста, а потом это люди, которые не могут претендовать не на пенсии, а всего лишь на социальные пособия. То есть я уже продолжаю путь, к чему это может прийти, если не обращать внимания на эту проблематику вот в таком раннем возрасте. И кроме того, данное исследование, при подготовке этого исследования мы столкнулись с проблемой, например, ограниченности статистического охвата. То есть в статистике, в целом в Республике Молдова и в регионе вообще нет никакой информации о молодежи НИД. Она, если есть, то она крайне скудна. То есть нет в разрезе населенных пунктов, нет анализа данных, которые бы приводились на основе увязки не только учащихся, которые в школах, лицеях, гимназиях, но и та молодежь, которая уже закончила. А что с ней? То есть получается, после до школы, то есть в самой учебном заведении, до школы детские сады занимаются, в школах занимается система образования, а что с той молодежи, которая вот дальше? Каков ее процент, процент охвата, трудоустройство и так далее? И очень самое, что я хотел бы сказать, это то, что, конечно, целесообразно расширять систему профориентации среди молодых людей, особенно в старших классах, для того, чтобы как можно быстрее они для себя принимали решение, что же дальше, и вести работу с теми, кто не сдал баки, чтобы их вернуть, и чтобы люди могли, действительно, получив, не сдав бак, это же не означает, что нужно ставить крест на этих молодых людях, нужно вернуть их в систему образования, чтобы они смогли сдать, и могли дальше получить профессию, для того, чтобы как-то определиться в жизни. Поэтому, по итогу работы над этим исследованием пришли очень много интересных вещей, которые целесообразно внедрять и не только на уровне региона, но и на уровне отдельных населенных пунктов. Вот, поэтому, вот такие вот мои выводы. Но еще один раз, текстом все-таки нашего исследования можно ознакомиться на нашей странице в Facebook, на нашем сайте, поэтому, кому интересно, кого интересует эта проблема, увидеть цифры, графики, могут спокойно это увидеть. Я благодарю за участие в программе, я думаю, что вы очень подробно рассказали о своем исследовании. Это дойдет и до региональных, местных, и центральных областей, то исследование, которое было проведено в нашем регионе. Спасибо вам большое. Данная передача подготовлена в рамках проекта при поддержке фонда «Восточная Европа» в партнерстве с Национальным советом молодежи Молдовы, партнерским центром развития агентством регионального развития, в рамках проекта предоставления дополнительных возможностей для молодых женщин и мужчин, не вовлеченных в образование, трудоустройство и обучение в Молдове, из финансовых средств, предоставленных Европейским союзом и Швеции. Содержание телепередачи отражает мнение авторов, которые не обязательно совпадают с позицией Фонда Восточной Европы, Национальным советом молодежи Молдовы, партнерским центром развития, агентством регионального развития Европейского союза или Швеции. Уважаемые телезрители, наша программа подошла к концу. Оставайтесь с каналом ГАРТА. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова